Всем привет, с вами Алис, канал Мереллаб. Работаем с картами, смотрим с погодным ближайшие дни и делаем выводы о катаклизме. Начинаем с Европы. Что здесь мы видим? Вот здесь вот антициклон, извините, находится с таким вот хвостом, который проходит через Исландию, через британские острова, задевает немножко Францию, и хвост уходит вот сюда, вот, к Азорским островам. Здесь какая-то вот система такая приклеилась к западному побережью Африки, а мы видим непогоды вот здесь вот в акватории, в восточной части Средиземного моря. По сути, это вот хвосты, хвосты от циклона, которые вот здесь находятся сейчас в районе Финляндии, недалеко от Карелии и Кольского полуострова, и хвост его вот так вот устраняется через Восточную Европу. Соответственно, вот в этой части уже идет заток теплого воздуха, и все хорошо, все прекрасно. Но вчера было не столь все прекрасно, отмечалось снегопад и метель в Ленинградской области, и даже закрывался аэропорт Пулково из-за ливневого снега, вот, и сильного ветра, который наблюдался в Санкт-Петербурге. Вот, Иван Иванов 0.17 описал, это очень хорошо, в Питере погода сходит с ума, с утра понедельника минус 6, вечером 0, выходные было минус 20, во вторник обещают уже плюс 4, но все абсолютно верно, все верно. Вот такая вот немножко безумная погода. Вот юзер МР2 тоже пишет, Олег, спасибо за информацию, всем мирного неба. У нас на северо-западе, это Геннадий Удальцов пишет, у нас на северо-западе РФ, Вологодской области, между Питером и Вологдой, после Нового года стояли морозы до минус 43, да, было такое. Я сам лесник, все время брожу по делянкам, отесываю и практически каждый раз сырое насквозь, даже зимой. А болел последний раз 12 лет назад, и то недолго. А так болею иногда только алкоголем, с чем тоже нужно завязывать. Так как-то вот, абсолютно верно вы пишете, почему, потому что вы промерзаете, у вас печка включается внутренняя, печка запускает весь метаболизм, понимаете, и организм, вот он начинает развиваться, да, от этого. И плюс свежий воздух, да, но еще лес он же сам лечит, понимаете, раньше люди ходили в лес лечиться, вот, не зря же поговорка есть, за деревьями леса не видно, что лес это своя система, это свой организм. Так, из Минска пишет, мистер М2 пишет, юзер, Минск 0 градусов, к вечеру поднялся очень сильный ветер, окно было не до конца закрыто, и окно выбил резкий порыв ветра, и все цветы в горшках упали на пол разбиты, да вы что, это прям катастрофа. Этот ветер как минимум неделю не будет подпускать мороз за минус 2 днем. Да, у вас вот сейчас, ну вот видно, да, граница вот эта проходит со спутникового снимка, прям очень хорошо, и вот это вот прям вот граница, там как раз и ветер. Джек Урабей пишет, Нижегородская область, установился мороз и солнце, утром было под минус 30, днем минус 14, ветер стих. Ну вот перед этим циклоном, так, вот тут была там ложбинка, да, между циклонами, поэтому попало в этом. В целом комфортно для нашего региона, классическая зима, ждем потепления, осталось недолго, и придет ласковая весна. В этом году бы сказал, что выдалась более-менее нормальная зима, какой и положено быть у нас, раньше еще холоднее были зимы. Вспоминая детство, были активировки в школах из-за морозов, сейчас редко такое. Или, может, мне так кажется, что раньше холоднее было намного, и морозы дольше стояли. Вы знаете, не кажется, на самом деле зима-зима и рознь, и бывают зимы, где не бывают вот таких оттепелей, да, там как становится, в районе минус 20, минус 30, и держится изо дня в день, может, там, три месяца такого держаться, там, до марта, допустим, с конца декабря до марта, вот, держится одна и та же, например, температура, вот. Просто все это накладывается друг на друга, да, то есть в таких зимах там, как правило, редкие экстремумы, там, ну, держатся между минус 20 и минус 30, да. А вот эти экстремумы, как раз, характерно, циклонами вызываются. Так, Гульнар Бигбаева пишет, и мой любимый канал, очень интересный, спасибо вам большое. Так, Активиан 2011 пишет, из города Киев, надоел этот холод, надоел эта зима и грязь, хочется тепла. Ну, скоро, скоро к вам придет тепло, сейчас вот циклоны пойдут одним за одним, будет плюсовая температура. Финист Средзан пишет, всем добра и мира, тепла и гармонии, спасибо вам большое. Светлана Светикова пишет, у нас зима типичная, сейчас морозится, а позавчера ливни и плюс 9. Не знаю, что лучше, стабильный снежный покров и мороз или наши качели. С уважением, Светикова, всем добра. Да, вот эти качели, они, конечно, тоже, как говорится, раскачивают здоровье, поэтому здесь нужно быть аккуратнее. Так, Ольга Шаламова пишет, циклон похож на буратино с растаявшим носом. Казань, понедельный днем было минус 17, ощущение на минус 22. Мороз и солнце, и тонны неубранного снега. Я ребенка в сан отводила на светофоре с тротуара на дорогу, мне парень помогал спускать санки. Молодцы, что так помогают. Разница с асфальтом в полметра, а может быть и больше. В местной ТВ нашли запись 1986 года, где ведущий рассказывает, как в Казани выпала вся зимняя норма снега. Да, вот периодически такое бывает происходит. И после этого был такой период засухи в 90-е годы, вот это тоже отлично помню, когда осадков-то не особо много было. Так, ну не каждый год там были тоже циклоны зимние, завалило в конце 90-х было. Так, Женя 86 пишет, спасибо у нас в городе Сургут, минус 8 градусов, обещает, что похолодает. Да, вот придет и к вам похолодание. В Сочи Мария Пономарева пишет вот здесь вот, что у них пыталась пробиться холод, но до минусов температура не опустилась. Здесь только, да, плюс 2 градусов, вот так вот опустилась температура. Мы видим здесь Иран, Турция, облачность такая зимняя. Вот здесь хвост проходит через Казахстан. Вот, но судя по всему в Сибири неплохие погоды сейчас стоят. И мы видим, что так вполне ясно, ясная погода сейчас наблюдается в Центральной и Восточной Сибири. Но, соответственно, расплачиваться этим приходится прохладой. То есть, минус 18, вот пишет сейчас Дмитрий Иртимт, а утром было минус 29,7, то есть практически минус 30 градусов, что довольно-таки серьезные температуры. Так, давайте теперь почитаем, что пишет Алексей Покровский. Алекс, согласен с вами за счет того, что, зная условия смены погоды, ветров и других климатических изменений, можно планировать посадки на своих участках. Я, например, пренавился выращивать виноград, что в наших широтах немного проблематично. А еще у меня есть маньчжурский орех, который растет в Приморье, на Дальнем Востоке. Надеюсь использовать все подсказки природы и сделать мир чуточку краше, хотя бы немного больше, чем на своем участке. Это еще один повод не сидеть на месте, а развиваться и заряжать окружающих положительной энергией и позитивом. А при Байкале, или как у нас говорят при Ангаре, сегодня с утра температура была в районе минус 28 градусов, день солнечный, но с небольшим ветерком. Температура от минус 16 до минус 19 градусов. Всем здоровья, мира, добра и восстановления хорошей погоды. Спасибо вам большое, Алексей, за добрые комментарии. И вы абсолютно правильно пишете, что самое главное не сидеть на месте. Вот это вот, что бывает человека, это сидение на одном месте и отсутствие развития. Поэтому надо всегда развиваться в любом возрасте, при любых обстоятельствах. Так, Алексей Васильевич тоже пишет. Всем привет из Иркутска, 16-15, температура минус 13, солнечно. Относительно того, откуда я беру метеоинфографику. В Иркутске есть три места. Метеостанция, граждан проект, аэропорт. Какие-нибудь хомутовые расчеты не беру. Тем более, что это другой населенный пункт, который расположен в 25 километрах от города за двумя горами. Так что нечего портить статистику города и Иркутским районам. Спасибо большое. Интересно. Так все больше и больше от вас узнаем про жизнь в городе Иркутске. Что там выращивают виноград. Есть возможность, да, что у вас там горы прямо в городе находятся. Вот, есть удаленные районы. Вот, спасибо большое. Так, давайте дальше теперь посмотрим. В азиатской части вроде бы все хорошо. Циклон здесь находится в Приморье. Влияет частично на Сахалин, частично на Курилы, Япония. Ну, за ним, судя по всему, заток холода. Вот сюда вот, в Южный Китай так и продолжается. Здесь в Индии какой-то циклон вышел с востока. А мы видим, продолжается мощная грозовая активность у нас на западе Австралии. Так, у нас экваториальная зона здесь в Африке. И хвосты, смотрите, дотягиваются, дотягиваются до Бразилии. Прямо изо всех сил не могут никак покинуть эти места. В Боливии здесь какая-то супер ячейка. Давайте разбираться, что происходит у нас в Штатах. По югу, вот, пишет Ольга Шаламова, у мужа сильная гроза. Даже уснуть не мог. На улице и дома холодно. Мы видим, что сейчас вот прямо наблюдаем и молнии в Техасе. Да, вот видите, активность. Так что продолжается. А по востоку здесь свой циклон. Видно, что опускается он до Мексиканского залива. И в результате, к чему он привел, что гололед в Сен-Луисе, не справляются даже пожарные машины. В штате Теннисе там мусоровозы ездят, как в Хигельбане. Со многих штатов там пишут, особенно где вот горки есть, там и люди катаются, как кегли. И машины тоже сбивают. Очень-очень серьезные проблемы происходят, да. Но в Техас, судя по всему, пришло вот это вот со стороны Северной Мексики, со стороны как раз вот Калифорнии. Этот циклон, потому что Сан-Диего там тоже потоп, там какие-то машины смыло вышедшими из берегов реками. Ну и 40 смертей, около 40 смертей у нас в США, вот в связи с этими ледовыми событиями. И у меня вопрос есть к Ольге Шаламову, вот я смотрел все эти видео, и мне непонятно, у них вообще нет зимней резины, получается. Но в тех штатах, которые южные штаты, да, где вот это бывает буквально на пару недель в году. Вот, потому что видно, что автомобили вообще неуправляемые никак. Их крутят, вертят, и в общем-то это машина для убийства. В такую погоду, если ты садишься за руль, то ты практически становишься, как это, убийцей, да. Без злого умысла, но результат такой очень-очень опасный. Ладно, давайте теперь посмотрим, что у нас с осадками, как происходят, где какие явления. Ну вот видно, гололед здесь продолжается, вот как раз на Великих Равнинах, от Великих Озер до Великих Равнин по этой линии. В Мексиканском заливе, в Техасе вот здесь грозы, на юго-западе Мексике вот здесь вот циклон находится в Канаде, между Гореландией и Канадой здесь тоже какая-то осадочная активность. Бразилия, сюда затягивается циклон, вот с севером Мадагаскара, здесь видно циклон подошел, тропический шторм, вот они как-то здесь связаны, да, вот друг с другом. Интересна такая связка между циклонами, ну и хвост вот здесь вот доходит до восточного побережья Африки. Посмотрели Австралию, вот циклон у нас, да, в центре Атлантики влияет на Британские острова, вот у нас на границе, получается, в Финляндии здесь находится циклон, хвост его идет в сторону Западной Украины, даже доходит до Атриатического моря. И вот от Таймыра, вот хвост идет здесь через Среднюю Азию, уже разорвавшийся практически, да, здесь Южный Каспий. Ну и мы видим вот на Дальнем Востоке, да, здесь циклон пока что не уходит и оказывает влияние, портит погоду в этом месте. Давайте посмотрим, что у нас будет сегодня ночью с циклонами. О, смотрите, он быстро нырнет, пойдет сегодня уже Норвегия, Дания, здесь будет портится погода, Швеция, север Германия, этот циклон. А с Кольского полуострова вот так вот продвинется сюда вперед в сторону Гимала, и отсюда хвост вот уже будет идти через Поволжье. Ну, такой довольно-таки тонкий хвост. На Востоке здесь по Курилам пойдет, ну, будет оказывать влияние также на побережье. Немножко осадки есть в Якутии. Давайте посмотрим теперь дальше. Вот здесь Каспий мы видим, да, будет завтра активность. Это мы смотрим на завтрашний день активность. Этот циклон сам остановится около Норвегии, но хвост его пойдет вперед. То есть хвосты идут впереди циклонов. Мы видим, что будет при Балтике завтра непогода и до Западной Украины. В Польше вот во всей Европе будет непогода. Со стороны Испании и Южной Франции здесь встанет антициклон, и они вдвоем, как бы, получается, накачивают теплый воздух сюда в сторону Восточной Европы, которая еще подтягивается вот этими циклонами. И здесь антициклоны тоже работают как пропеллеры. Ну и на Дальнем Востоке мы видим пока что медленный, очень медленный циклон идет вот по Курилу. Практически на одном месте у Южных Курил стоит и крутится, вот так прокручивается и портит погоду. Ну а этот циклон из Норвегии в четверг ночью будет уже над Эстонией и оказывает влияние вот здесь на погоду в Восточной Европе. В Штатах мы видим на Юго-Востоке здесь начнутся уже мощные грозы, судя по всему, торнадо там, какие-то уже такие процессы, тоже перемены погоды наблюдаются. Ну и в Гренландии здесь вот такие снегопады. Так, давайте теперь посмотрим температуры, что у нас по температурам происходит в Европе. Мы видим, что Морозово прямо отодвигается, прямо вот стеночка, причем и в Восточном вопросе, в Европе тоже, смотрите, уже Коливало плюс 2, Петрозаводск плюс 1, Санкт-Петербург плюс 3, Новгород плюс 1, Минск плюс 1, Львов 0 градусов, да. И Морозово, там Кишинев плюс 2 градуса, Морозово, отодвигается Кривой Рог минус 2, Харьков минус 6, Ростов-на-Дону минус 5, смотрите, заморожен весь Кавказ, здесь Краснодар минус 2, Севастополь плюс 4 за счет моря чисто, вот здесь не опустилась температура. Ну, так же, как вот на Восточном помережье Черного моря, в Сухуми, там, смотрите, Северный Каспий заморожен, да, Астрахань минус 7, Атарао минус 9, Волжский минус 9, Казань минус 15, Саратов минус 15, Самара минус 19, Нижний Новгород минус 12, Москва минус 4 градуса, Воронеж минус 8. У нас на Урале практически по всеми 14-18 градусов примерно такие температуры, интересно, что на Северном Урале даже теплее, да, за счет того заноса воздуха. В Казахстане у нас по западу минус 8, ну, здесь циклончик небольшой находится, тройник из Элорды, так, в северной части Мороза, Астана минус 11, Балхаш минус 7, давайте Алматы посмотрим, плюс 2 градуса, Бишкек, плюс 8 градусов, Ташкент 11, Душамбе 12, Ашхабад 9 градусов у нас, у залива 21-25 градусов, немножко похолодало, здесь проник циклон вот сюда, в сторону Багдада, и за ним вот мы видим ложбиночку такую, похолодало, здесь 12-18 градусов такие вот температуры. Ну что, давайте посмотрим Сибирь, Омск минус 16, Томск, Барнаул, Новосибирск минус 14, минус 16, так, вот Кызыл мы видим здесь, зона высокого давления, держится минус 26, минус 28 температура, Красноярск минус 13, Турканск минус 12, Новорильск минус 16, Братск минус 21, Иркутск минус 15, Якутск минус 36, но совсем близко, смотрите, подходит, вот теперь вот так и держится, Валюк-Минске минус 11 всего, ну относительно, конечно, вот теперь Уснера минус 42, Сусуман минус 43, Охотск минус 30, Магадан минус 25, вот где зима держится прям стабильно, Анадарь минус 19, тоже вот теперь закончилось, Петропавловск-Камчатский минус 4, Южно-Соколинск минус 10, Комсомольск минус 21, Хабаровск минус 18, Сурийск минус 16, вот смотрите, мороз пошел В Корее, даже в Сеуле минус 10, Пусан минус 5, смотрите, заморожена вся Япония, вот это вот за этим циклоном, да, здесь явления такие заморозки, Китай тоже весь заморозен, заморожен до юга, да, вот Юнфу плюс 4 всего, Гонконг всего плюс 8 градусов, очень холодно, На Западе здесь минус 4, минус 1, есть прохлада в Северной Индии, так, давайте посмотрим Австралия, Австралия, наконец-то прогрелась, вот здесь Куберпедия плюс 44, температура до Аделая до 33, Мельбурн прогрелся, вот, то есть холодные влияния потихонечку отступили, отступили наконец-то, но остался практически один месяц лета у них, так, впереди Потом уже осень начнется Вот Новая Зеландия здесь попала в холодный сектор, смотрите, здесь Данилен плюс 8, Красчордж плюс 10 всего, ну вот в Окленде плюс 20 градусов, то есть разница есть между Южной и Северными островами Новой Зеландии Так, смотрим Аляску, Ферменкс минус 33, Анкорич минус 17, хорошо заморозил, да, Доусон минус 33, ну, то есть практически везде около минус 30 В северной части Аляски, а по югу и западу сюда за счет циклонов Объемление пришло Калгари минус 7, Ванкувер плюс 5 градусов, около газонного залива в районе минус 25 держится, здесь тоже антициклон Лабрадор минус 24, вот Кюбек минус 3, Торонто плюс 1, здесь занос вот такого теплого воздуха происходит из Мексиканского залива, и поэтому вот такие вот явления Так, давайте посмотрим Бразилия у нас, здесь Буэнос-Айрес, плюс, точнее это Аргентина, Бразилия, мы видим, что вот за счет этого хвоста здесь какое-то похолодание происходит, да В южной части Аргентины мы смотрим 25-27, а здесь не выше 20 градусов практически во всех населенных пунктах, ну, на юге здесь 12-13 градусов Так, восточная Африка здесь, Кептаун минус 27, южная Африка, видим, давненький холод у нас в Алжире где-то плюс 7, плюс 9 градусов Так, давайте теперь глянем, что у нас будет сегодня ночью происходить, мы видим, что проникает тепло в сторону Белого моря, будет, судя по всему, очень теплая ночь там наблюдаться Прохлада пойдет вот по границе с Казахстаном, будет доходить до Нижней Волги, Кавказа и Турции, смотрите, и Балканы здесь заморозят Вот такие противоходы, здесь идет очень теплый воздух со стороны Атлантики, а по югу здесь проникает такой холодок Держится только Кызыл, невозмутимо, на Дальнем Востоке тоже сохраняются морозы, а вот здесь на западе Якутии мы видим циклон, который создает подобие отепеля В Америке все отходят, все морозы, наконец-то в сторону Канады Завтра практически мы видим чуть ли не летний день будет в юго-западной Европе, да и в Польше здесь, и в восточную Европу пойдет тепло То есть морозы уйдут из Украины, из Беларуси, из Прибалтики, северо-запад РФ, но останутся вот здесь в районе Каспии и Кавказа Также в Средней Азии, в Казахстане мы видим потеплеет в Сибири, западный, центральный, немножко прохладный И на востоке мы здесь тоже видим морозы Давайте посмотрим 28 января, что здесь будет практически сохраниться Тенденция надувает ветер со стороны Атлантики, а морозы будут, вот антициклон, здесь восточная Сибирь, Якутия В этом месте будет находиться антициклон, ну и конечно неизменным будет Кызыл В Америке мы увидим легкие морозы на великих равнинах, скалистых горах, так в основном все остается только в северной части Канады То есть такое ощущение, что зима уже все ориентируется, ну даже видно ночные процессы Но здесь в районе Урала, Западной Сибири, кое-где мы видим такие лоскутные морозы Уже такой вот четкой организации нет Ну и кстати Китай довольно-таки хорошо проморожен и Кореи тоже остаются промороженными Ну а с вами был Алекс, канал Берелабжи, отличного поражения!